Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня мы поговорим о подтверждении дохода при подаче на вет на жительство. Тоже один из распространенных вопросов, который встречается в комментариях. Значит, у нас в соответствии со статьей 8 законного правоположения иностранных граждан, а также с регламента БВД, у нас установлено о том, что иностранный гражданин при подаче на документов на вет на жительство должен подтвердить источник дохода, то есть возможность себя содержать. И членов своих семей от пределов прожиточного минимума на период рассмотрения заявления на вет на жительство. И в данном случае у нас для подтверждения дохода подходит, естественно, 2 НДФЛ. Это когда вы официально работаете по трудовому договору, как иностранный гражданин, и можете у работодателя, у бухгалтерии взять справку 2 НДФЛ. То есть она называется на доходы физического лица официально, и там будет указана ваша ежемесячная зарплата. Она не должна быть меньше прожиточного минимума вашего региона. То есть в Москве это, грубо говоря, 21 тысяча, а в каждом регионе свой прожиточный минимум. Вот вы его смотрите и должны сравнить его с вашим 2 НДФЛ. Тогда у вас примут и зачтут. Если, например, у вас разница с 2 НДФЛ, значит, там одна сумма по мроту, например, да, мроту у нас меньше, чем, мроту у нас, грубо говоря, там меньше, намного, да, чем прожиточный минимум, то, соответственно, вы добавляете еще и вклад. Вклад вы можете открыть как иностранный гражданин в любом банке, например, в Сбербанке. Вы приходите с нотариальным, с паспортом и его нотариальным переводом и открываете вклад, то есть сберегательный счет на период рассмотрения. Рекомендую делать с запасом, то есть месяцев на 6 и положить туда сумму, которая равна сроку рассмотрения, умноженной на прожиточный минимум. То есть у нас 4 месяца срок рассмотрения заявления на вид на жительство. В данном случае мы сейчас поразберем основание. И в общем порядке, да, 4 месяца. И умножаете на прожиточный минимум. Получаем в Москве, грубо говоря, 21 тысяча, 4 умножить на 21 тысячу. И у нас минимальная сумма, там 20 с копейками, то есть минимальная сумма вклада 82 тысячи рублей по Москве. Вот это период рассмотрения. Ее кладете на вклад, сберегательный счет, заключаете договор со Сбербанком, берете справку, в которой указано, что все его сведения, в том числе по сумме вклада, период вклада и ваши сведения. И эти сведения должны быть согласны нотариальному переводу. То есть не иностранный паспорт, не на латинице указано. Именно на нотариальный перевод оформлена справка. И, естественно, оформлен этот сберегательный счет. И сразу говорю, что до дня подачи вот этот срок 1 месяц. То есть если справки больше, чем 1 месяц, и вы подали позже, то в данном случае она станет недействительной. Вам придется опять обращаться в банк и брать данную справку. То есть вы можете подтвердить доход справкой 2 НДФЛ с официальной работой плюс вкладом. Ну, например, вы работаете где-то на 0,25 ставки, на 0,5 ставки. Естественно, у вас там сумма будет маленькая, и она не хватает до прожиточного минимума. Тогда вот вы делаете вот это совместное подтверждение дохода. Официальная работа плюс вклад. Либо просто вкладом. У нас эта процедура разрешена, и не только по Москве, а она и по регионам. То есть это четко прописано, и данное подтверждение вкладом указано в регламенте. Поэтому у вас обязаны ее принимать. Также можно иными документами подтвердить. Например, у вас есть ИП, ООО или самозанятость. Тоже как вариант. Также, если вы получаете алименты, или вы являетесь не трудоспособным, получаете пенсию, то есть справка с пенсией, и плюс вклад, например, опять же. Все зависит от прожиточного минимума. Вот эти вот суммы, они подтверждают доход. И в данном случае вы имеете право подать на вид на жительство. Значит, подтверждать доход нужно по следующим основаниям. Это, например, когда вы получили РВП, прожили с РВП 8 месяцев, подаете на вид на жительство. То есть, в данном случае это общее основание, когда иностранное гражданинское лицо без гражданства не менее 8 месяцев в течение первого года проживания, на основании РВП подают на вид на жительство. Здесь нужно подтверждать доход. Когда вы подаете по основанию, родившуюся на территории РСФСР, и ранее состоявшим в гражданстве СССР, в данном случае тоже надо подтверждать доход. Когда вы являетесь иностранным гражданином и подаете совместно с ребенком несовершеннолетним, либо оформляете вид на жительство несовершеннолетнему ребенку, иностранному гражданину. В данном случае тоже нужно подтверждать доход. То есть, в данном случае вы подаете на себя сведения, вклад плюс прожиточный минимум, вот этот вклад на ребенка, и пишите заявление о том, что... Это как один из вариантов, да? И пишите заявление о том, что, значит, обязуете содержать ребенка. Это первый вариант. Второй могут инспектори попросить на каждого открыть. То есть, на себя, на свой вид на жительство, и на ребенка на свой вид на жительство отдельный вклад. Но это тоже как вариант. То есть, здесь может быть и так, и так все зависит от начальника управления. Также подтверждается доход, когда вы подаёте на вид на жительство по детям, либо по родителям. По диплому, когда вы подаёте, тоже подтверждайте доход. Граждане Белоруссии также подтверждайте доход. Там есть свой нюанс, но в целом тоже нужно подтверждить доход. Значит, не нужно подтверждать доход. Естественно, по носите русского языка. И вот был чат по прямому эфиру, где иностранный гражданин спрашивал, что если у тебя есть гражданин Российской Федерации, можно ли, например, подать сначала на носите русского языка, а потом на вид на жительство по носите русского языка, тем самым не избежать подтверждения дохода. Такой вариант тоже можем рассматривать. Поэтому, если вы подаёте по РНЯ на вид на жительство, доход не подтверждается. Также, если вы подаёте по основанию незаконной депортации с территории Крымской ССР, не подтверждается доход. По ВКС тоже не подтверждается. По замене вид на жительство на бессрочный или по политубежище также не подтверждается. И по основаниям, у кого было отменено решение о приобретении гражданства, прекращение гражданства, в данном случае мы тоже не подтверждаем доход. Вот по этим основаниям. Так что, друзья, здесь нужно посмотреть, зависит от основания, по которому вы подаёте, и, соответственно, в данном случае будет понятно, нужно ли в приложении к заявлению прикладывать сведения по доходу или нет. Поэтому от этого и будет перспектива принятия решения. Напомню, что в случае, если вы не подтверждаете доход, а по этому основанию это необходимо сделать, естественно, инспектор имеет право отказать в принятии заявления на вид на жительство. Так что, внимательно смотрите список документов. Естественно, его можно уточнить у инспектора, обратившись в УММ, даже по Москве, по Московской области, где достаточно тоже сложно, в принципе. Но на сегодняшний день, пока закрыты границы, всё равно поток иностранных граждан, он на очень значительный порядок меньше, чем это было в прошлом году. Поэтому я рекомендую, если есть основания в оформлении вид на жительство, обращаться, решать этот вопрос сейчас. Потому что вы сами понимаете, что если завтра откроют границы, даже сухопутные границы, странами СНГ, то вы поймёте, какая была разница и какой будет поток, какая будет очередь на получение талона. Успехов вам в решении миграционных вопросов, оформлении вид на жительство, ЛП, гражданства. Всего доброго вам. Счастливо. Продолжение следует...